МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Эхо былой войны. Рязанские поисковики достали из Крепяковских болот обломки советского самолета. В заключительное заседание депутаты Городской думы подводят итоги действующего созыва. Точно в мишень чемпионат России по стрельбе среди сотрудников ВСИН проходит в Рязани. Активных боевых действий в годы Великой Отечественной войны на территории Рязанской области не велось, но отголоски долетали сюда. Обломки упавшего советского самолета обнаружили рязанские поисковики в болоте под Спас-Клепиками. Историю находки рассказывает нам журналист Евгений Баранцев. Евгений Баранцев историей Рязанской земли в годы Великой Отечественной войны занимается уже очень давно. Он издал несколько книг, был в числе создателей фильма о рязанском бойце. Год за годом Евгений с единомышленниками восстанавливает неизвестные странички тех страшных лет. Буквально по крупицам. В свое время в краеведческой литературе я прочитал рассказ одного жителя Клепиковского района, который описывал некий воздушный бой в небе над его деревней. Марку самолета он там называл неправильно. Теперь мы уже это можем сказать точно. Он говорил, что это был самолет Ил-2. На самом деле, как мы установили этот самолет Ил-4. И вот он рассказывал, что этот самолет был сбит и упал в болото. Соответственно, этим воспоминаниям было большое количество лет. Мы их нашли и решили проверить. Выехали еще в 2020 году на место, поговорили с местными жителями. И оказалось, что действительно такой факт был. Но точное место падения самолета показать никто не мог. Долгая трудная работа целой команды позволила сузить зону поиска до квадрата, на котором с помощью металлоискателя весной этого года поисковики наткнулись на торчащую лопасть винта. А на глубине полтора метра оказался и весь винт и мотор. На территории Рязанской области в годы войны потерпело крушение довольно-таки большое количество самолетов. Советских, немецких. Но вот эти вот найденные фрагменты, это пока наиболее крупные находки, сделанные нами примерно за 10 лет. То есть пока это самое большое и самое интересное, что нам удалось найти. И здесь особая ценность представляет сохранность двигателя. То есть болотистая почва, она законсервировала мотор и винт. В результате сохранилась и заводская краска, сохранилось и масло, которым промазывали детали еще в далеком тревожном 41-м. Поршни ходят в цилиндрах. Найденные в Клепиковском районе фрагменты остатки советского бомбардировщика ДБ-3, впоследствии известного как Ил-4. Самолет был сбит во время боя, рухнул в болото. Спаслись почти все члены экипажа. Лишь один погиб по неизвестным причинам. Дальнейшая задача – установить место захоронения погибшего стрелка-радиста и увековечить его имя, если это еще не сделано. А найденные фрагменты отправились на временное хранение в Аксин, где их очистят реставраторы, чтобы впоследствии выставить в музее, где будет рассказываться история Великой Отечественной войны на территории региона. Работа над созданием музея сейчас активно ведется. Рост цен в Рязанской области в июне ускорился. Так, в июне инфляция составила 3,2%. Это больше на процент, чем месяцем ранее. Эксперты Банка России связывают такой рост цен с ослаблением рубля, продолжающейся перестройкой логистических цепочек и ростом спроса на отдельные товары. С июня мясо курс стало дороже. Причина, говорят эксперты Банка России, это увеличение затрат предприятий птицеводства. То есть стали дороже импортные составляющие кормов и даже оборудование. На фоне ослабления рубля аграриям это обходится дороже. Падает и цена на картофель. Но есть одно но. Падение снижения свое замедлило. Причина – запас прошлогоднего урожая подходит к концу. А поставки импортных клубней подорожали из-за изменения курса. При этом правильного курса рубля за одного раз и навсегда не существует. У участников рыночной экономики зачастую противоположные интересы. Например, импортерам нужен более крепкий рубль, а экспортерам более слабый. Валютный рынок помогает найти баланс этих интересов и определить, какой курс нужен экономике в данный момент. Сегодня курс рубля в России в основном определяется тем, сколько валютные выручки приносят на валютный рынок экспортеры и тем, сколько валюты требуется для оплаты поставок импортерам. Важным фактором по-прежнему остается спрос. Когда потребители в товаре или услуги заинтересованы, то цены на них, естественно, растут. Рынок-то далеко не всегда может быстро перестроиться и ответить достаточным объемом предложения, говорят специалисты Банка России. Поэтому из-за высокого спроса и растут цены, допустим, на легковые автомобили. Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июне 3,25%. Месяцем ранее она была 2,51%. Ценовое давление постепенно усиливало в связи с расширением потребительского спроса. В ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчетов годовой инфляции низких значений месячных приростов лета-осени 2022 года показатель годовой инфляции продолжит повышаться. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит от 5 до 6,5% в 2023 году. В следующем вернется к 4% и будет находиться вблизи этой цифры и в дальнейшем. Сотрудники УГРО раскрыли ограбление. Как выяснили полицейские, злоумышленники напали на мужчину со спины и похитили у него два сотовых телефона. Подробности уголовного дела далее в сюжете. Как выяснили полицейские, жертву свою злоумышленники выслеживали. Стояли около ночного клуба, высматривали подходящего посетителя. И дождались. Подбежали к 40-летнему рязанцу, сбили его с ног и забрали два мобильных телефона. Мужчина обратился в полицию. Сотрудники УГРО установили, что к ограблению причастны двое 18-летних рязанцев. Злоумышленников задержали. Один из молодых людей, занимавшийся боксом, сбил потерпевшего с ног, а второй сообщник обыскал его и забрал два телефона. Впоследствии добычу приятели продали по сходной цене. Нанес телесное пруживание. Забрали сумку и забрали два телефона. Напали на мужчину, забрали на него сумку, забрали два телефона. С оденем раскаиваешься? Да, раскаиваешься. Сейчас в отношении ребят возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж. Максимальное наказание. До 7 лет лишения свободы». Полицейские отрабатывают рязанцев на причастность к совершению аналогичных преступлений. Очень богатый опыт. Я уверен, что вы серьезно усилите команду Рязанской области и придадите дополнительный импульс для развития региона в правильном направлении. Я надеюсь, что вы по-настоящему полюбите Рязанскую область так, как полюбил ее я, как полюбили многие, кто приехал сюда. Этими словами губернатор Рязанской области представил вновь назначенного прокурора Дмитрия Коданева. Он принял участие в заседании правительства, где обсудили сразу несколько насущных тем. За прошлую неделю от рязанцев поступило почти 3000 обращений. Об этом сообщили на заседании правительства. Большая часть обращений поступила через соцсети. Тема номер один – дороги. Сейчас все внимание приковано ко второму этапу ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте. И хоть администрация города на жалобы, говорят, реагирует, например, отрегулировала режим работы светофоров, перенесла установку, вопросы все равно остались. Например, по поводу улицы Павлова. Проезд со стороны улицы Семинарской, дескать, открыли, но по другой стороне даже люди к домам подъехать не могут. Движение там одностороннее. По Павлову, как там мы будем решать вопрос? Павел Ильич, мы там открыли на сегодняшний день дорогу. И вообще Павлова у нас была непроезжая, но сейчас в последнее время очень много обращений граждан сделать ее проезжей. Мы сейчас вместе с ГИБДД будем отрабатывать этот вопрос. И после ремонта теплотрассы будем определять целесообразность сделать ее опять проезжей. Вот это надо будет внимательно обсудить, потому что здесь есть аргументы и за, и против. Другое обращение касалось ремонта поликлиники номер два. Рязанка пожаловалась, что пока на строительство площадки для собак выделяют почти 4 миллиона рублей, вторая поликлиника находится в плачевном состоянии. В настоящее время у нас поликлиника вошла в региональную программу модернизации первичного звена для проведения капитального ремонта. Проектно-сметная документация достаточно весомая, поэтому проведение ремонта мы разделили на несколько этапов. В настоящее время нам удалось заменить окна, горячее и холодное водоснабжение, кунализацию, систему отопления, включая тепловой узел, электропроводки, розетки, светильники, силовой кабель, замена щитов, пожарного водопровода. В июле 23-го года завершили, установили и запустили в эксплуатацию лифт. В планах заменить пожарную сигнализацию и систему оповещения. И важное для глаз – косметический ремонт помещений. Поговорили и про школу в Семчино. В соцсетях люди жаловались на то, что начало строительства что-то подзатянулось. Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов рассказал, что связано это со сменой подрядчика. Мы проводили несколько совещаний с подрядной организацией. Последнее совещание было проведено на той неделе, и они обещали на этой неделе все-таки зайти на объект. При этом при замене подрядной организации сроки не меняются. Нам, конечно, абсолютно все равно, кто будет подрядчиком, лишь бы он был хороший, качественный, надежный, проверенный. Что-то там подзатянулось у нас уже сколько выбирается подрядчик в прошколе. То есть завтра готов выйти? Обещали в четверг, уже мы встречаемся с новым подрядчиком. Коснулись и других обращений. Например, кондиционеров в автобусах. Говорят, что водители не включают их даже в страшную жару. Ответили, что персонал проинструктирован, а вся техника исправна. Так что ситуация должна измениться. В Рязанской городской думе состоялось заключительное заседание третьей весенней сессии. На нем депутаты подвели итоги работы действующего созыва горпарламента. Напомним, созыв этот начал свою работу в сентябре 2018 года. Об итогах и планах в нашем следующем репортаже. Итог пятилетней работы третьего созыва гордумы подвела председатель Татьяна Панфилова. Так, за пять лет проведено 75 заседаний. Принято больше 1600 решений по таким вопросам, как благоустройство, ЖКХ, социальная сфера и другие. Татьяна Панфилова добавила, что депутаты приняли важный документ – стратегия экономического развития города. За пять лет построено две новых школы в микрорайонах Горощи и Кольное. Пять детских садов. Возведено 20 пристроек к существующим детским садам. Только за последние два года было капитально отремонтировано 11 школ. Большое внимание уделялось созданию модельных библиотек, ремонту детских учреждений дополнительного образования. Было открыто новое здание школы искусств номер 2 в Недостойло. Важная тема повестки – это изменения и дополнения в бюджет на 2023 год. Доходы и расходы увеличились больше, чем на 870 миллионов. Большая часть идет на ремонт дорог, капремонт тепловых сетей и реализация проектов местных инициатив. Выросла и сумма на первоочередные расходы. На приобретение автобусов большего класса, проведение работ для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону и валки аварийных деревьев. Одновременно межбюджетные трансферты уменьшаются на 102,7 миллионов рублей. Кроме того, доходы и расходы на 2024 год увеличиваются на 20 миллионов рублей и на 2025 год на 310,5 миллионов рублей за счет субсидий из областного бюджета на строительство детского сада в ЖК «Метропарк». Следующий вопрос коснулся изменений в генплан города. Речь идет о семи участках в районе Галенщина. Из зоны озеленения специального назначения их перевели в зону лесопарков и городских лесов. Предлагаемые изменения в генеральный план города Рязани необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастр и учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани. Такие изменения позволят увеличить площадь городского лесничества больше, чем на 100 гектаров. После леса будут переданы дирекцией благоустройства, и город сможет выделять средства на содержание этих территорий. На участке после включения их в состав лесничества будет возможна только санитарная уборка. Также депутаты Гордумы одобрили установку мемориальных досок на зданиях трех школ. Все военнослужащие РФ, погибшие в ходе проведения специальной военной операции, и были награждены орденом мужества посмертно. Напоследок обсудили вопрос о присвоении звания почетного жителя города награждений почетными грамотами Рязанской городской думы. Крещение Руси отмечают в стране 28 июля. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская Православная Церковь. И с 2010 года его считают официально памятной датой на государственном уровне. В полдень звучит праздничный колокольный звон. Князь Владимир крестился сам в Корсуне в 988 году. Массовое обращение в христианство заняло два года. Рязанское княжество находилось тогда на окраине. Здесь языческая вера задержалась до начала XI века. Сохраняется по тем же данным археологии даже в X веке, в начале XI, множество языческих артефактов. Однако постепенно появляются первые церкви. Например, известно, что в Старой Рязани было три каменные церкви к началу XIII века, когда Баты ее разорил. Что для того времени было очень большим результатом, потому что в других городах в основном были деревянные церкви. Язычество как таковое не было религией в современном понимании. В нем были различные обряды, верования, культы, но отсутствовало учение. Христианство объединило русский народ. В церкви семь таинств. Это особое священное действие. Первое таинство – это крещение. Затем таинство мира помазания, через которое человеку сообщаются дары Святого Духа. Оно совершается вслед за крещением сразу. Затем существует таинство причастия. И это самое важное таинство православной церкви, потому что в нем человек соединяется с Богом, вкушая тело и кровь Христа Спасителя. Таинство покаяния, конечно, и исповеди, которые сопутствуют причастию. И в нем человек может получить исцеление от своих духовных недугов. Есть и другие таинства, но все они начинаются с крещения. Ведь именно благодаря ему, как считает церковь, мы рождаемся духовно. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». За звание самых метких и быстрых соревнуются стрелки из числа сотрудников ВСИН. В Рязани стартовал Всероссийский чемпионат ВСИН по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В соревнованиях принимают участие более 250 сотрудников территориальных органов и образовательных организаций ВСИН России из 38 регионов страны, в том числе сотрудники отрядов спецназначения. Успешно выполнив упражнения, спортсмены могут получить звание мастера спорта. На рубеже стрелок из Самары Дмитрий Седов. Мастер спорта международного класса, преподаватель по огневой подготовке, здесь, на чемпионате по стрельбе, он наравне с другими участниками, сотрудниками Академии ВСИН со всей страны. Задача сейчас не столько быстрее всех поразить цель, сколько быть точнее остальных. С этим у Дмитрия Седова проблем нет. Стрельба – это такой вид спорта, который не любит суеты, где-то нельзя торопиться, поэтому я учусь, чтобы все было, так скажем, курсантом по полочкам, последовательно. Ну и, конечно, точность исполнения всех действий на огнем рубеже, в том числе с оружием, потому что оружие – это не безопасно, так скажем, но и с ним нужно уметь безопасно обращаться. В этом году во Всероссийском чемпионате ВСИН по стрельбе спортсменов стало больше. На стрельбище Академии приехали 38 команд со всех регионов страны, и только 6 из них – из учебных заведений. Они, кстати, соревнуются отдельно. В программу включены упражнения по стрельбе, как из автомата, так и из пистолета. Различаются, например, по дистанции. С пистолетом участники подходят к мишене ближе. В каждом упражнении задача своя. В одних нужно просто стать самым мелким, в других – опередить соперников не только в точности, но и в скорости. У нас определено по результату. Если выполняют на автомате, как вот сейчас видно, мишени висят, упражнение А4 скоростной, 285 очков результат, то любой, кто этот порог преодолеет выше, тот получит норматив мастера спорта. Как раз упражнение с пистолетом выполняет Рамзан Баштагов. В Рязань сотрудник УФСИН приехал из Чеченской республики. Оружие у спортсмена свое, личное. Говорит, что так проще. Уже знаешь, как родной пистолет ведет себя в той или иной ситуации. Частично говорит, это и помогло стать мастером спорта по стрельбе СПМ. Но про психологическую подготовку забывать тоже не стоит. Очень важны навыки психологические состояния спортсмена, чтобы он был именно, как бы он сильно не тренировался физически, сколько бы ему настрела не было, если у него нет именно психологической подготовки, даже подготовки, вот то, что он может справиться с данной задачей. Когда человек, спортсмен, выходит на рубеж, у него уже очень сильно идет давление чисто психологическое. Физически это, в принципе, нетрудный спорт такой. Да, техника нужна, наработки нужны. В основном, такой, пациентов 70 спортсмен должен быть морально психологически подготовлен. Самой же зрелищной частью соревнований станет так называемая дуэльная стрельба. В этом упражнении примут участие лучшие из лучших. Спортсмены, которые выбьют больше всего очков. Их задачей станет поразить на скорость и меткость шесть падающих мишеней. Дальность для пистолета 15 метров. У автоматчиков же дистанция больше – 50. Сложность этого упражнения в том, что спортсмены будут находиться на рубеже одновременно подвое, соревнуясь друг с другом. Судьи говорят, что в таком упражнении участникам придется бороться с собой как психологически, так и физически постоянно контролировать мушку с целиком. Сам чемпионат проводится в целях развития служебно-прикладного вида спорта стрельба из боевого ручного стрелкового оружия в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. Завершатся соревнования 28 июля. Новый выставочный проект Рязанского художественного музея – продолжение сотрудничества с коллекционером, почетным членом Российской академии художеств Александром Юрьевичем Ворониным. В этот раз экспозиция предлагает рязанскому зрителю знакомство с творческими поисками современного художника, органично продолжающего традиции авангардного искусства начала 20 века, Евгения Бримерберга. В живописи Евгения Бримерберга стремление охватить полноту всех возможных форм бытия находит воплощение во вдумчивом исследовании ключевых художественных явлений 20 века. Абстрактный экспрессионизм и кубизм, сюрреалистические опыты, рассудочность геометрических композиций входят в основу творческого метода художника, не подменяя при этом собственно авторской позиции. Евгений Бримерберг проживает в России, но это достаточно закрытая фигура. В интернете можно много найти его философских эссе. Он очень любопытный автор, очень сложный для неподготовленной публики. У него есть своя аудитория, как у писателя, так и у художника. Творческий подход Бримерберга обусловлен поисками в сфере философии искусства. В этом смысле живописные произведения – формальное воплощение обобщающих идеи автора и его мировоззренческой концепции. В условном мире холста формируется энергетически наполненная среда, исключающая всякие пространственные и временные ориентиры. Если зритель, который приходит в музей и который все-таки является достаточно подготовленным с тем, чтобы воспринимать произведения современного искусства, смотрит эту выставку, он, прежде всего, ощущает подъем оптимизма, веселья, потому что действительно яркие, радостные, неожиданные геометрические сочетания этих произведений, когда художник работает с пятном. Творчество Евгения Бриммерберга убедительно показывает родственность, но не тождественность художественных процессов начала XX и начала XXI веков, связанных в историческом пространстве. Экспозицию выставки составляют более 40 произведений автора, приглашающих зрителя к знакомству с личностью художника, суммы его живописных опытов и философских находок. Выставка будет работать по 10 сентября. На этом все новости. К настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова